ну еще раз здравствуйте но смотрите кратко как может использоваться искусственной электронной библиотеки хотя сегодня принципе про это говорили персонализованные рекомендации когда разные учащиеся получают разные ресурсы в рекомендации это понятно еще одна история это тоже кстати сегодня уже говорили про синтезаторы с одной стороны а с другой стороны про то что можно было создавать человеческие запросы что-то находить с третьей стороны классификация дмитрий то есть история про то что библиотекарь будет руками что-то описывать и уровень то данные это совершенно не обязательно так и в той желании когда она столкнулась ситуации что пришло много учебников я них сами писать не могут они стараются применить искусственный интеллект потому что задача классификации это стандартная задача для искусственного интеллекта и меня бы можно было сюда не звать потому что весь предыдущий текст генерировала она если бы мог стать только это то мне не было смысла здесь выступать еще искусственный интеллект может использоваться для поиска и те же тот же самый яндекс давно использует именно его для поиска чтобы можно было находить что-то не по точным попаданием в слова в тексте вот но вначале вообще надо немного вернуться к вопросу зачем вообще нужны электронные библиотеки и вот кстати у павла тоже он напрашиваться дело в том что образовательных тусовках люди которые работают с лмс по электронной библиотеки общение говорят и нужны ли они вообще можно можно начать как бы с этого в чем разница лмс отвечает за учебный процесс там есть академические группы и эти академические группы как-то учить то есть это на самом деле про процесс они про ресурсы в ней а электронная библиотека это по большому счету амбары ресурсов которые там где-то в каком-то контексте используются вот и и кроме того зачастую есть всякие там сборники газеты что-то еще какие-то материал конференции который поставил маска я бы технически и можно загрузить смысла этом большого нету что они немного про другое они про курс поэтому фактически нужны то и другое но есть еще один момент в некоторых электронных библиотеках например можно использовать конструкторы ресурсов которые металл мс это например библиотека ellis позволяет использовать конструктор h5p которого нету не при методе и нету например в open edx и можно создавать ресурсы библиотеке h5p а потом встраивать лмс и получать автоматически туда результаты то есть по большому счету электронные библиотеки и лмс дополняет друг друга и в образовательной организации должны быть детей и другие системы вот и сайте забавный факт про h5p сейчас вернусь пару дней назад не мне присылали уведомления но рассылку сделали рассылку про то что они будут использовать искусственный интеллект в конструкторе для генерации контента они еще пока толком не писал как они это будут делать но они собираются при помощи этого монетизировать свой сервис я в принципе подумал и многие самом деле это здесь сегодня звучали с одной стороны вы можете g5 использовать там для генерации например вопросов но если у вас конструктор будет автоматически правильно генерировать как бы сами задания и обратные связи и при ошибке или правильном ответе вам вы на этом экономите время они в рассылке утверждали что ускорение создания ресурсов три раза на бета-тестах но если говорить про школы то в школах фактически электронная библиотека плюс электронный дневник это есть лмс потому что электронные дневники у вас управление учебным процессом электронный библиотек это ресурс вот и одна из таких систем это собственно говоря московская электронная школа где-то прям явным образом разделена фактически это лмс по большому счету вот есть кто-то кто узнает вот этот сайт поднимите руки хорошо это сайт так называемый элементы образования который запускался в девятнадцатом году министерством просвещения и идея была такая давайте создадим очень большой электронную библиотеку ресурсов соберем туда все ресурсы для школьников какие только сможем найти сделаем бесплатно и при помощи нейросетей будем прокладывать для каждого ученика индивидуальную траекторию по нему этому очень этот ученик хочет про это узнать мы его поведем такой траектории вот этот про это этому надо посильнее этому надо послабже этого надо вернуть назад потому что у него западают там какие какие-то навыки вот и у них предполагалось надо электронной библиотеке фактически сделать некую систему которая управляет индивидуальными траекториями на уровне заданий а не на уровне курсов потому что в вузах как правильная траектория понимает что тут ты можешь курс выбрать а здесь про то что я непосредственно траектория в обучении выстраиваться каждый день для каждого учащихся индивидуально но история этого сайта печально его больше не существует его реализовать не смогли но по большому счету как бы отчетов официальных не было руководитель проекта в сизо вроде а правда по другому поводу там из-за подснежников как бы прижали вот как бы фактом что-то этот проект этот проект фактически его его и технически не сделали и контента не нашли но минцифры его подобрал они его немного доработали и он включен стратегию там до 2030 года и добавили они у него чат ботов чат бот для родителей чат бот для учащегося и для учителя то есть но и опять же сегодня уже много рассуждали про то как могут применяться чат бот и я может тоже немного добавлю смотрите но один из возможных вариантов это про то что например чат бот учитель общается с учеником на какой-то момент управления перехватывает чат бот там где он может что-то поспрашивать например учащегося и от лица учитель что-то его спрашивают и он знает что он счет ботом общается к примеру и таким образом можно в принципе задешево попытаться выстраивать как бы более индивидуально выстраивать обучение более персонализованно вот поэтому но опять же пока ничего не делал что там есть некие встречные процессы министерства просечения и другие делают совершенно другой то есть там разные башни делают разные вот ну и еще раз вернемся к электронным библиотекам образования смотрите если говорить про большую библиотеку на которой реальная траектория то как бы фактически это возможно наверно только школах и вообще мало где силу специфики самого проекта вот более понятная история про адаптивные курсы когда у вас курс адаптируется про то как идет его учащийся и принципе такие системы уже есть вот и здесь история в том что вы вполне возможно вот такие системы будут лучше выстраивать не над существующими лмс потому что суть код существующие лмс может сопротивляться внедрению адаптивных курсов и тому что у каждого учащегося можно быть своя траекторию внутри курса а возможно что такие системы проще выстраиваться вернуться назад и выстраивать над электронной библиотекой электронной библиотеки пусть плюс логика адаптивного курса она фактически будут лмс нового поколения но собственно у меня по теме все я предлагаю это все обсудить пожалуйста да я один маленький вопросик хотел задать точнее не вопросик мне очень понравилась идея про чат-бота которые прикидываются преподавателем вот и студент не знает да что это преподаватель я предлагаю сделать два чат-бота один добрый преподаватель другой злой преподаватель на и посмотреть как им будет дополни как многодетный отец а мне нравится чат-бота которые прикидываются родителями представлять вообще чуть-чуть я чуть павел много вас дополню один из статусов которые сейчас ботами заключаются в том что они могут себя более корректно вести по отношению к ученику чем реально учителя нет вопрос виртуализации личности учителя он конечно повестки дня замещающих сервисов но у меня только один вопрос грызет из вашего выступления адаптивные системы которые мы все пытаемся так или иначе строить они должны основываться на каких-то данных из которых будет адаптация браться вы что сегодня ну вы я имею ввиду не лично вы мы что сегодня знаем про ребенка мы все время знаем или про студента только тогда если он идет уже по специально организованному отдельно взятому курсу вот многодетные отцы какая информация об успеваемости ваших не об успеваемости об усвоении знаний вашими детьми доступно вам или школе чтобы создавать профиль ребенка нужны средства опять же дидактические вернемся к этой истории как где дидактика предмета диктует технологии они наоборот как у нас сейчас это происходит к сожалению история про адаптивные системы не заработает никогда если у нас не будет этих средств которые будут перейдут от экспертной оценки действий ребенка к наблюдению за его всеми результатами в том числе и действия на примере москвы вот арсен показывал мышь смотрите в москве есть дети а есть два департамента департамент культуры и департамент образования и в этих департаментах одни и те же дети но они разные дети их учитывают по-разному за них отчитываются по-разному и деньги на них тоже тратят по-разному если вот просто на уровне двух департаментов одну одну статистику собирать вот там в том же мэше присоединяясь сюда кого образовательным результатом из библиотек какие он книжки брал какие он культурные мероприятия посещал на какие выставки он ходит какие фильмы он смотрит из электронных библиотек подтянуть там какие книги он прочитал вот получается профиль это уже все есть это нужно просто как-то начать собирать в одном месте но это межведомственное взаимодействие это еще детской детской комнаты милиции павел уже сейчас чуть-чуть отвечу на вопрос вот смотрите чем штука на самом деле адаптивный курс уже есть и сегодня был представитель одной из компаний который такое делать скаенка да там может не используется нейросети но адаптивные системы в принципе есть вопрос в том что и делать дорого и как раз школах то это возможно потому что очень много людей учатся по этим курсом это сложно делать каком-то корпоративном обучение где людей мало и поэтому просто это финансово не выгодно он там где у тебя учится 16 миллионов школьников там сделать адаптивными можно по сути все предметы но и государство это просто государство не но тут еще раз я вернусь к нгу и самом приютивном случае все же на самом деле очень просто у вас есть задания эти задания про какие-то компетенции посмотрите как ученик решает задание где он совершает ошибки значит и вычисляешь какие компетенции у него запали ты его возвращаешь обратно на изучение теории и там снова проведения тестов по тем компетенциям которые они выпадают вот у тебя уже адаптивная система и да никакой и для этого даже не нужен да я хотел бы сказать что скаенка он они же еще и скажем так преподаватели сделали частью своей системы я не хочу здесь сказать что они их переломали через ну да это как бы ты измираешь его ученика и учителя а если каждый преподаватель еще индивидуален то попробую его засунь действительно так так сейчас извините пожалуйста с одной стороны все это использование нейросети и так далее это звучит прекрасно если этим правильно пользоваться но опять же вопрос личных данных все это если экстраполировать это на какие-то более глобальные масштабы то вот например то же самое поиск работодателями работников и так далее или вот как здесь предлагали связать на госуслуги и так далее это звучит все просто антиутопично это получится в итоге просто помесь черного зеркала с книгой пелевина это просто в этом как вы представляете в этом жить но совершенно верно это социальный рейтинг китайский да вот давайте если позволите я про школу отвечу вот смотрите позиция министерства просвещения я опять же так получилось что я про общался у цифровым трансформатором министерства просвещения как вы знаете министерство просвещения вернее в школе с 1 января 23 года запрещено хранить персональные данные не в гис и у них позиция такая а вот вы давайте в в их сколионках фторизуке людей через есть я получаете от них идентификатор ничего не знаете подшкольника то есть не знаете его вами динамикин чувство где он учится и все такое прочее у вас будут просто некоторые одним из каторы здесь и от если я знает то это а вы не знаете и таким а дальше просто уберите собирать обрабатываете вы не знаете кто то персонально это кто-то но кто это конкретно вы не знаете вот история про это как в один это то как министерство видит Министерство посещения видит ответ на этот вопрос. С другой стороны, я понимаю эту озабоченность, я отвечу так. Да, для того, чтобы развивать свои продукты, надо собирать данные, пользоваться их, надо проводить эксперименты. И тут вариант очень простой. Либо вы идете вперед, либо вы отстаете. Про почему не взлетает система адаптивного обучения. С 2008 года Microsoft, фонд Билл Гейтс, очень активно внедрял в США систему адаптивного обучения. Потратили на это много миллионов. Очень печальный выхлоп, потому что в итоге прирост качества образовательных результатов 7-18% и только у отстающих учеников. На учениках среднего успеваемости и высокой вообще никакого влияния нет. То есть ты тратишь миллион баксов, чтобы помочь троечнику чуть-чуть. То есть при этом это ломает учителей, которым тяжело пользоваться этой системой. И вообще в целом требует большой перестройки. Вот именно в таком варианте, когда ты просто возвращаешь ученика еще раз прослушать тот курс, который у него запал, потому что он там получил тройку по контрольной работе, связанной с этой темой. Вот не работает. То есть нам нужна принципиально другая система, которая за пределы скинеровского адаптивного обучения выходит. Возможно там переформатировать контент, который ученик не понял с помощью чад-джи пяти или методиста. Вот тогда, возможно, это как-то будет работать. Но не в самом тупом варианте. Мы уже это проходили. Я соглашусь здесь. Вопрос в том, что на это нас смотрит как на продукт. И вы постоянно должны улучшать свои задания, свои задачи, отслеживать метрики по ним и все такое прочее. Да. А второе просто и не вдогонку, да, про то, что в каком мире мы живем. Старый есть фильм «Прощайте доктора Фрейда». Но мы же не должны жить по этому вашему Фрейду. Мы не должны, но мы живем. Да.